Многие в комментариях спрашивают, почему вы забросили тему про Вадима Харченко, будет ли продолжение и также большое количество вопросов. Я думаю, опять же, получится большой ролик, если я отвечу на все вопросы и выскажу свое мнение относительно видения этой ситуации на данный момент. Итак, как вы видите из названия, я считаю, что канал Будильник закопал дело с Вадимом Харченко, к сожалению, к моему великому сожалению. Я сейчас объясню и вам, уважаемые слушатели, а может быть и другим блогерам, почему так получилось. Итак, для начала нам придется вернуться в те события, когда 3 июня Вадим Харченко вечером выпустил ролик под названием «Меня почти уб или». И, конечно, посыпалось сразу в почту ко мне большое количество писем «Представляешь, там такое событие, срочно реагирую, откомментирую эту ситуацию, нужно помочь Вадиму» и так далее. На что 4 июня я выпустил вот этот ролик. Это был первый мой ролик о Вадиме. И, как вы видите, он сразу назывался «Хватит врать». Вот сейчас, кстати, в этом ролике мы попытаемся еще разобраться в вопросе, чем отличается хороший блогер от говноблогера и чем вообще отличается хороший контент и материал от всякого информационного мусора. Для начала я выскажу, опять же, свою точку зрения, как я вижу блогерство. Блогер, в моем понимании, скажем так, те блогеры, за деятельностью которых я слежу, это люди, кто, первое, не боится высказывать свою точку зрения, несмотря ни на что, даже если она идет в разрез с общим мнением. Это те люди, кто быстро реагирует на ситуацию и, скажем так, самый классный блогер, это тот, кто моментально, тут же успевает создать ролик, если тема, как говорится, горячая. И именно эти ролики или эти блоги собирают, как правило, самое большое количество просмотров. Сейчас, например, мой канал находится под санкциями и у меня как бы нет особого настроения напрягаться, поэтому я, стараясь не отслеживать новостную ленту, говорю то, о чем бы, может быть, в другое время я бы не говорил. Но если я целенаправленно работаю в блоге, то первое – это успеть отреагировать как можно быстрее. Итак, сразу же по горячим следам я выпустил ролик, где очень жестко высказался в сторону Вадима Харченко. Сад, конечно, снимать можно безболезненно, погуляв вокруг больницы, а вот с разговором с главврачом здесь будет несколько сложно, а лохам, пожалуй, и фасад больницы сойдет, не правда ли? Седьмое. Блогер стесняется, видимо, полностью показать поврежденную руку, хотя как раз таки он буквально просто должен был начать свой репортаж именно с этого. На видео видно только два неповрежденных, уцелевших с его слов пальца, остальные три он не показывает. Совмещая все это, господа, я хочу спросить вас в очередной раз, как долго еще вас будут разводить? Помните о том, что всегда есть люди без стыда и совести. Ужасно, что эти люди называют себя оппозиционерами и якобы борются за идею. Правда, при этом не забывают походу и легко баблишко скосить. 4 июня господин Будильник, поломанный Будильник, как я его все-таки правильно назвал в одном из своих роликов, он выпускает ролик вот под таким названием. Тихий барин и скрипоносный бузатер не верят Вадиму Харченко. Вы понимаете, о чем я хочу сказать. Хороший блогер – это тот, кто высказывает свое мнение. Но господин Будильник боится еще на тот момент высказать свое мнение. Он не только ссылается на мнение других блогеров, но и, например, высказывает следующее. Он верит на самом начальном этапе Вадиму Харченко. Крайне забавно, когда люди приходят тебя убивать, а в конце тебя бегут. Ну, посмотрите весь ролик, там много чего интересного вы увидите. Ну, машина у него уже сгоревшая была, теперь вот избиение. Дело в том, что, ну, вот этот случай нужно будет пристально, вам изучать это очень важно, я считаю. Далее, ну, вот, например, как избивали Шерманова, сейчас покажу. Ну, вот, Шерманов тоже кусается с ментами, довольно известный блогер. 5 июня, то есть через два дня после событий, выходит еще один ролик. Это все еще не части его многосерийного сериала Вадима Харченко. Будильник еще не сформировал своего личного мнения, и это через два дня после прошедших событий. Следующий его ролик называется так. Повреждение Вадима Харченко личное мнение, мнение Куприна, Штарка, скрипоносного Бузатера и ТБ, это Тихого Барина. Итак, еще через два дня наш замечательный разоблачитель постановок все еще не сформировал свое мнение. И более того, он в своем ролике призывает людей донатить Вадиму Харченко. Давайте посмотрим этот момент и зафиксируем этот факт. Ну, для кого вот это вот доказательство, что его порезали менты и чуть не убили, прям, ну вот мое обещанное, да, видео, если вы так считаете, вы так считаете, вы прям донатите Вадиму на его лечение, я прикручиваю ссылочку на вот это видео в описании, а у него есть там на его канале ссылки на его кошельки. Итак, если вы хотите, переходите по ссылочке и донатите Вадиму Харченко. Что же происходит дальше? К этому моменту уже минимум 10 человек четко и неоднозначно высказались против. Они сказали, что мы не верим. И, кстати, тем, кто до сих пор находится в танке, я еще раз повторяю. Люди объединились тогда, в тот момент, против лыжи Вадима Харченко не по каким-то политическим пристрастиям. Нас никто не подговаривал и никто не организовывал. Мы увидели события, и, как каждый блогер считает обязанным отреагировать, а тем более на такое резонансное событие, каждый высказался то, что думал. Просто люди делятся на умных и глупых. Умные увидели сразу ложь и как бы сказали, нет, дорогой, меня ты не разведешь, в твоей афере я участвовать не буду. Что произошло с так называемыми топовыми блогерами? Я постараюсь объяснить, но это моя личная позиция. Я сразу же в первых видео сказал, что никто мою позицию из топовых блогеров не поддержит. Почему? Потому что у Вадима была одна единственная цель – развести людей на деньги через донаты. Ну а тогда же я задал вопрос, а кто из топовых блогеров не собирает и не разводит в той или иной степени своих подписчиков? Я, конечно, могу вам предоставить целый список. Я делал об этом 4 отдельных ролика, где упоминал всех, начиная с Сотника, Гиммельфарба и прочих, кто на что собирал и, может быть, собирает до сих пор. Ну, например, только Сотник на моей личной памяти собирал на зубы, на квартиру, на студию, на аппаратуру, на свой переезд, на новую квартиру, на рождение ребенка, на памперсы и так далее. Я давно не слежу за деятельностью Сотника, ибо надоело в его стримах беспрерывно слышать одно и то же. Спасибо, Марья Ивановна, за ваши 300 рублей. Спасибо, Петр Петрович, за вашу тысяченку. Вот в этот момент я понял, что здесь не про оппозицию, здесь про деньги. И для меня этот блогер исчез. Напишите в комментариях, на что сейчас собирает господин Сотник. И если это происходит, кто там у вас в авторитетах? Быть или Гиммельфарб? Как они могли выступить против Вадима Харченко, если каждый из них собирал или собирает? Это значит расписаться в своей собственной несостоятельности. И поэтому самая лучшая позиция была игнорировать эту информацию и не реагировать на нее. Ведь людям, в принципе, все равно. Мало ли что решил разыграть не очень-то интеллектуально продвинутый охранник из Краснодара. Людей задело то, что он собрал очень много денег. Сказав, что это все на операцию, ну никаких операций не было. И все мои ролики шли под одним единственным слоганом. Где деньги, Зин? Где те деньги, которые ты собрал на операции, которых не было? Вот эти вопросы я оставил в своих роликах. Больше всего просмотров собрал вот этот ролик, полное разоблачение у Вадима, ты попал. Где и было все разложено, как говорится, по полочкам. В общей сложности я выпустил 8 роликов, как сейчас выяснилось. Вот я специально зашел, посмотрел. Из них 3 ролика были направлены, ну скажем так, на продвижение более мелких каналов. Просто я услышал адекватное мнение. И мне хотелось, чтобы это мнение услышали многие люди. Как это было в случае, например, с Сеймуром из Азербайджана. Человеком с хорошими аналитическими способностями. И как вы видите, его ролик очень понравился, чему я несказанно рад. Но и было еще 2 попытки, не очень удачные. Продвижение каналов, ну скажем так, о которых я сейчас жалею, не буду называть имена. Итак, я реагировал на каждый следующий ролик Вадима Харченко, пытаясь его комментировать и расширить свою мысль о том, что это ложь, обыкновенная инсценировка с целью залезть в ваш карман. В общей сложности, вот сейчас я это посчитал, мои ролики о Вадиме Харченко собрали 481 тысячу просмотров. То есть приблизительно полмиллиона раз люди кликнули так или иначе на мои ролики. При этом я абсолютно не говорю о том, что у меня была какая-то особая роль, что это именно я поднял волну, хотя, я еще раз повторяю, на следующий же день я определился со своим мнением. А что же происходит с каналом Будильник, который в конечном счете и зарыл всю историю с Вадимом Харченко? Только через три дня после прошедших событий Будильник наконец-то разродился роликом и, естественно, в своей привычной манере, определившись в конце концов и насмотревшись на всех остальных вот этим роликом. Посмотрите. Довольное выражение лица и название. Цеховая постановка блогера «Личное мнение» Вадима Харченко. Напоминаю еще раз, вот это свое мнение, в котором он уже смело осуждает Вадима Харченко, вышло через три дня после событий. После того, как он уже успел на всех сослаться, пересмотреть десятки роликов и вот, наконец, определился со своим собственным мнением. Так вот, господа, вот это и называется говноблогерство, когда человек, ну, как бы паразитирует на мнении других или всегда боится высказать что-то с самого начала. Дескать, посмотрю сначала на обстановочку, прослежу, кто что скажет, какие крупные блогеры выскажутся, а потом... Знаете, это очень похоже на таких мелких животных в саванне, как помните в знаменитом фильме «Маугли». Побегаю-ка я за крупным животным и понюхаю, что у него там под хвостом. Вот что он там пухнет, я занюхаю и тогда, наверное, прокомментирую вот это его мнение. А еще лучше, если вслед за тигром выйдут еще пару крупных львов. Ну уж тогда-то я точно начну кричать громче их. Вот приблизительно такой была позиция будильника с самого начала. Но это только начало истории, вы его недооцениваете. Если мы высказались в 4-5-6 частях, у кого как это было, то будильника понесло. В данный момент, по-моему, у будильника что-то около 40 частей. При этом мнение его, конечно, кардинально менялось. Сначала он относился к этому очень осторожно. А постепенно, вот уже в этой части, он начинает обыкновенную ложь Вадима приплетать любыми средствами под свою концепцию постановок и работы какого-то мистического цеха. Ну и кто считает, в кавычках, нападение на Вадика случайным и его личным мнением, и его личным заработком, то вы ошибаетесь. Это конторская работа хорошо была спланируемая. И низкоранговые СМИ, они очень осветили это хорошо в плане, как там на знаменитых в кавычках блогеров нападение путинская ГЭБ не осуществляет. Ну вот статья про код дьявола, 9.11 и 3 шестерки. Вот в этот момент к этой истории начинает приплетаться бред. И если адекватные люди до этого момента пытались это игнорировать, как и в том числе высказался тихий барин, которого тоже это раздражает, и он сказал то же самое, что и я. Произошло событие, я высказался, но дальше пошла какая-то ахинея про цеха и постановки, и мы не смогли противопоставить ничего напору вот этого психически нездорового человека, который заполнил всю эту тему информационным мусором. Я ко всему этому отношусь так. В начале июня, когда меня завалили просьбами распространить ролик Вадима Харченко и сказать свое мнение, я сказал, что не верю. Я это сделал обдуманно. Канал Вадима я не смотрел раньше и не буду потом. И мне откровенно навалить, сколько он поднял и куда дел. Для меня вообще вопрос с ним давно снят с повестки. Сразу после того, как я высказал свое мнение. А угрозы блогерам судебными исками только укрепили мое решение. Некоторые до сих пор не могут определить, в каком я интернете, в нижнем или в верхнем. Я вам помогу, я в обычном интернете, в том же, в котором вы все. А эта тема этажности интернета, это чепуха, недостойное внимания. Но мы такие люди, все лучшее мы способны извратить и изгадить. И после истории с Вадимом, тут же оказалось, что все, кто есть в этом списке, цеховики. Естественно, об этом заговорили те, кого в этом списке не было. И я не могу говорить за всех, я большую часть этих блогеров впервые в этом списке увидел. Но за тех, кого я знаю, я могу сказать точно, ни к какому цеху они не принадлежат. А сейчас складывается ситуация, что авторы, уверовавшие в существование цеха и кинувшиеся разоблачать блогеров из списка, сами очень похожи на представителей какого-то цеха. Крупные блогеры продолжают свою деятельность, а более мелкие пытаются их обосрать и дискредитировать в глазах общества. В тот момент я еще пытался коммуницировать с Будильником. Я вижу, что сейчас пошла мода скринить мои комментарии, а затем даже создавать отдельные ролики, комментировать мои комментарии. Ну что ж, развлекайтесь, ребята, нет проблем, я еще что-нибудь такое напишу. Но почему-то те мои комментарии Будильник, конечно же, вам не покажет. А в этих комментариях было следующее. Я призывал его к здравомыслию. Вот представьте себе, была у меня еще такая блаженная мысль, что этого человека можно, ну, как-нибудь остановить, чтобы это совсем не превратилось в фарс. Я писал ему. Ты хорошо пытаешься разобраться в этой истории, как ты говоришь, разложить все на атомы. Нет проблем, никаких претензий. Прекрати приплетать все это к какому-то дурацкому цеху. Мы понимаем, что нет никаких цехов. Мы понимаем, что все твои блаженные идеи про 911, 666, число зверя, и намешанное к этому твое представление об атеизме, мистических силах, инсценировке всех падений самолетов в последнее время, начиная с Ан-148, именно на той постановке у него и поехала крыша. И вот все это прекрати вмешать в одну кучу с Вадимом Харченко. Тебе, писал я тогда, не было бы цены, если бы ты просто занимался, например, какой-то историей или своей оппозиционной деятельностью, не приплетая все это к истории с какими-то цехами. Ибо как только ты начинаешь углубляться в эту тему, ты сам завязаешь в болоте своего сознания. У тебя нет в голове никакого концепта, нет никаких реальных доказательств существования цеха, его просто нет в природе. Именно поэтому ты доказать ничего не можешь. И если ты будешь и дальше развивать эту идею, ты просто сведешь все наши усилия на ноль. Но так и получилось. Будильник, конечно же, не внял моим призывом, и как я писал потом, мне показалось, что стал бредить еще больше. Я посчитал, что необходимо как бы отодвинуться от всего этого. Выпустил несколько роликов, пытаясь говорить с адекватными людьми, что, дескать, нет никакого цеха. Тогда один из крупных блогеров, я не буду называть его имя, это из частной переписки, написал мне следующее. «Ты зря ввязался в эту историю. Посмотри, какие люди комментируют все это наравне с тобой». Ну и дальше через запятую перечислил множество, в общем, не вполне адекватных людей. Я ответил ему тогда точно так же, что не только эти 3-5 человек отозвались на наглую ложь Вадима Харченко. В общей сложности сейчас, на сегодняшний момент, почти 50 человек так или иначе высказались об этом событии. Поэтому, сказал я, да, наверное, среди них и затесается 1,2 неадеквата. Что ж теперь делать? На что он ответил мне, пойми, один неадекват с такой работоспособностью, как у бузильника, закопает всю эту историю. И потом отделить семена от плевел будет крайне сложно. Теперь я понимаю, что он оказался прав. Что мы имеем на сегодняшний момент? На сегодняшний момент мы имеем 40 частей будильника, и его мнение, что это именно он не просто поднял волну, но и он возглавляет какое-то движение против Вадима личное мнение. Этот человек, который только на третий день определился со своим мнением, кое-как начал осторожно его высказывать, а где-то к 28-й части своего бесконечного сериала начал говорить, что это я, продолжая убеждаться, что да, конечно же, с самого начала это была исключительно его идея. И вот посмотрите, у меня 40 частей. Я больше всех работал на эту тему. Проблема, правда, в том, что из этих 40 частей, как я уже говорил, по большей степени это информационный шум, мусор, из которого крайне сложно вытащить, расчленить какую-то на самом деле ценную информацию. Смотрите, Гимельфарбу донесите видео, Балу донесите видео, все, кто является общей аудиторией, чтобы они как можно быстрее его посмотрели. Дело в том, что если через 48 часов Гимельфарб ничего не станет говорить по существу, я напишу заявление в прокуратуру на соучастие его в мошеннических действиях. Но, с других, кто на свободе, вам двое суток на оглашение всей фактуры по тому, что я в этих 38 частях рассказывал. Ну, а сейчас, как я и обещал, моя подсказка Вадиму личное мнение. Раз уж эта история повернула в такую неприглядную для нас сторону. Меня спрашивали, как вы думаете, вернется ли Вадим? Я в этом абсолютно уверен. Еще в самом начале он сказал вам, на что, наверное, мало кто обратил внимание, я тут исчезну на какое-то время зализывать раны. Вот так буквально и сказал, на что я в первом же ролике отреагировал и заявил, что, ну, понятное дело, время летнее, денег Вадим собрал очень много и, конечно же, поедет отдыхать. В июле, в августе позагорает на всяких там экзотических островах и, конечно же, вернется к работе. Почему я в этом так уверен? Ну, потому что, когда поднялась волна вот этого осуждения, его лжи, он начал оправдываться. А раз начал оправдываться, значит, ему нужен был этот канал. Если бы цель была только собрать деньги и больше не появляться, то он бы просто забил на все эти наши ролики. Оправдываться начал, значит, вернется. Вторая причина. Вадим не первый раз собирает по-крупному донаты. Ему это удалось с самого начала с пробитой головой, затем якобы сожженной машиной, ну и вот теперь уже сорвал очень крупный куш. Это значит, появился такой источник-колодец, которому всегда можно прильнуть и, так сказать, подоить наивных, попробовать развести на очередную акцию. Поэтому, естественно, от этого он не откажется. Вадим, конечно же, вернется. Но что же делать? Репутация испорчена. В своем ролике я говорил, ты попал, Вадим. Самое главное, чего ты лишился, это репутации. Теперь крайне сложно будет просто начать вести свой блог, как будто ни в чем не бывало. Но я увидел вот эту удивительную вещь, которая меня поразила. Как вы видите, число подписчиков 167 тысяч, а на момент этой истории было 168. Вот только по этому одному факту я понял, что у Вадима личное мнение, конечно же, есть будущее на YouTube. Потому что если бы люди на самом деле осуждали ложь, им достаточно было хотя бы показать свое неприятие этой лжи и отписаться от канала. Ну, если бы от канала отписалось, не знаю, 2-5 тысяч, можно было бы понять, что все то, о чем мы говорили, имело какое-то значение. Но когда от канала отписалась одна тысяча, всего одна тысяча поняли, о чем речь, то тогда, господа, я еще раз говорю, у Вадима не только будущее на YouTube. Он, пожалуй, еще пару акций проведет и сострижет с вас еще больше денег. Ну, а как попытаться легко, так сказать, вернуться? Моя подсказка Вадиму Харченко бесплатна. Больше всего частей по поводу личного мнения создал канал Будильник. Ведет его человек с крайне противоречивым мнением. В каждом своем стриме и в каждом своем ролике он беспрерывно, как и люди его склада ума, говорит одно, через пять минут говорит другое. Он не знает ни что такое логика, ни что такое аргументация. Например, его аргументация в кавычках относительно цеха выглядит приблизительно так. Я знаю, что цех существует. Точно говорю вам, что он существует. Просто сто процентов знаю, что он есть, потому что он есть. Вот это в глазах в Аргентина называется аргументацией. Вильгельм, где учился ОГТИ, филиал ЛГУ, экономический факультет и физмат. Два высших у меня. Вильгельм, земля плоская, я не знаю. Два высших у меня. Австралии нет, это постановка. Но у меня в Австралии один из тренеров шахматных работает. Так что Австралия существует. Два высших у меня. Вилли, веришь в Бога или атеист? Я атеист. Веришь в привидения? Ну что инфернальные источности существуют? Я не то, чтобы не верю, я знаю, что это есть. Я атеист, но в сверхъестественные силы непонятные как бы, ну я их не отрицаю. Ну верить в сверхъестественные и верить в Богов это разные вещи. Вилли, расскажи о анапланетянах. Ну я считаю, что их нет. Вильгельм, твоя версия происхождения человека. Ну я считаю, нас сюда уже заселили, уже развиты. Вилли, расскажи о анапланетянах. Ну я считаю, что их нет. То есть никакой эволюции от неандертальца до человека не было. Два высших у меня. Я атеист. То есть никакой эволюции от человека не было. Я уже про это говорил. Если все станут фруктоедами, как я, то капец режиму Путина сразу настанет. Так что Вадиму очень просто. Нужно сделать нарезку из всех этих 38 частей и представить, так сказать, лик поломанного будильника. А потом заявить следующее. Ребята, кому вы верите? Ну кто внушал вам в 40 частях, что я мошенник и негодяй? Вот это? Вот этот человек? И вы считаете его мнение весомым? Я скажу вам, что если Вадим личное мнение сделает так, он выйдет из этой ситуации сухим. Потому что даже нам крыть будет нечем. Потому что за всей этой информационной болтовнёй в 40 частях на самом деле затонуло, ушло, испарилось адекватное мнение людей. Нас просто накрыло всех тень вот этого безумного будильника, а мы этого не заметили. Ну и в конце то, о чём я вас просил обратить внимание. Вильгельм Варкентин, призывавший в самом начале, это тогда, когда он ещё не определился со своим мнением, донатить Вадиму Харченко. А теперь он говорит, что напишет заявление на Гимельфарба, дескать, тот участвовал в афере с Владимом Харченко. Дело в том, что если через 48 часов Гимельфарб ничего не станет говорить по существу, я напишу заявление в прокуратуру на соучастие его в мошеннических действиях. Услышав это, я понял, что сумасшествие достигло апогея. Во-первых, я категорично против того, чтобы блогеры каким-то образом, борясь друг против друга, привлекали адвокатов или ещё что-то в этом роде. Я написал ему в комментариях, куда ты, дурачок, решил писать заявление? В Израиль, где сейчас проживает Гимельфарб? И что же ты, интересно, напишешь там? Прошу осудить, проверить некоего блогера Юрия Гимельфарба по факту того, что он пытался попросить донаты для другого блогера Вадима Харченко. Ну, не бред ли это, ребята? Ну, Ну, потому что мне лично писали люди, которые, посмотрев стрим Гимельфарба, задонатили Вадиму. Будильник, а как быть с теми людьми, кто откликнулись на твой призыв и тоже задонатили? Может быть, тебе нужно написать заявление на самого себя? Вы прям донатите Вадиму на его лечение. Я прикручиваю ссылочку на вот это видео в описании, а у него есть там на его канале ссылки на его кошельки. Спасибо за субтитры. Продолжение следует...